Вот смотрите, чтобы было понятно, как происходит. Вот у нас ось, овен, весы. У человека солнце в овне, соответственно, земля в весах. И овновское солнце горячее, очень такое неподконтрольное, пробивное, баранье, упрямое, взрывное, часто может выходить на конфликт какой-то. И если солнце не горит, у человека проявляется противоположность его. Причем в теневых состояниях таких, весы. То есть бесхребетность, своего мнения нет. Все, а как ты хочешь, а как ты хочешь, а что ты хочешь. Никаких конфликтов, все гладенько, все гладенько. И ладно бы там чистые весы были, но вот в низшем состоянии это еще проявляется, что временами солнце пробивает из-за туч и выстреливает, причем каким-то самым гадким, самым низшим способом. Буквально через отомстить, через что-то такое вот прям вот. Ну, в общем, нездоровым образом. Так. Если у нас следующее идет, противоположное. Солнце в тельце. То есть 27 ворота, 24 ворота, 2 ворота, 23 ворота. Мы, то в случае, если солнце погасло, то телец, материальный знак, материальный, начинает отрицать какие-то материальные вещи. Запрет на деньги, запрет на красоту, на проявление красоты, на удовольствие, на все земные какие-то темы погружается в Скорпиона, где какая-то мистика, эзотерика, причем, опять же, по низшему такому, какая-нибудь там черная магия, какая-то одержимость силой, накоплением силы, часто война, перевороты, какие-то желания изменить мир, потому что он отвратителен и жесток и так далее. То есть это вот когда солнце в тельце. Вместо удовольствий каких-то и красоты, гармонии, появляется по низшему. Близнецы. Если солнце в близнецах, и оно погасло, то вместо того, чтобы, опять же, близнецы, это тема быстрой применимости. Никакой заумности, что-то по-простому, из каких-то там подручных чего-то там, не углубляясь в теорию, что-то сделать практичное, применимое в жизни. Прям вот сейчас. Допустим, изучить что-то и сразу применить, рассказать людям, допустим, информацию какую-то, поделиться ей. Как-то даже импровизировать. Тут у нас недаром 20-е ворота, там 16-е ворота. То есть что-то применимое, что-то практичное. Вплоть до того, что 20-е ворота я не знаю, но я делаю импровизировать все. Когда солнце гаснет, человек ударяется в противоположность. Причем теневое состояние Стрельца, когда он вечный ученик, допустим, такое проявление, он ничего не делает практичного, он вечно учится. Вечно учится, и вечно состояние такое, что я не готов. Мне нужно еще больше знаний. Мне надо глубже знаний. Мне надо что-то такое. То есть человек боится себя проявлять вот этим вот практиком таким. Где-то даже просто поболтать. Человек все учится, учится, учится. Нехватка знаний. Теоретикам таким становится. Следующая ось. Рак-козерог. Если у человека солнце в раке, то когда оно гаснет, вместо теплого, чувствительного, заботливого рака, душевного, он становится жестким, консервативным, по низшему состоянию газерога. То есть такой холодный. Все по правилам. Все по регламенту. Все почувствует долго. Ничего как бы в себе. Все. Все служение чему-то. Это холодно. Это опять же, периодически пробивает в раках в виде эмоциональной истерички. Поистерить, поистерить. Эмоциями поплескаться. Побрызгать. И опять все консервативное. Какой-то бунт. Он, конечно же, не сдавшийся. Потому что он такой скажем так, скорее злой такой. Лев и водолей. В принципе, здесь тема такая, что лев это индивидуальность. Это что-то такая как бы так сказать. Нацеленность на себя. Эгоистичность. Здоровая эгоистичность. Водолей. В случае, солнце во льве погасло. Человек становится безжизненным. И он все время цитирует других людей. Все время растворяется в толпе. Знает все тренды. Знает все сериалы. Знает все новости. Все вот эти водолейские темы. То есть толпа. Толпа, толпа, толпа. Что в толпе, что в социуме, что в этом мире делается. Но себя не проявляет. Вот. Там погашенный. Вот. Если солнце у нас в дереве, а земля в рыбах, получается, что в случае погашенного солнца, человек, вместо того, чтобы быть практичным, быть точным, быть заботливым, быть здоровым, налаживать там систему, налаживать чистоту вокруг, налаживать практичные, практичные совершенно дела, погружаются вот в темной рыбой, скажем так. Это муть такая, это часто депрессии, какие-то мутные темы, мутные схемы, заговоры, все вот эти теневые, секретные там какие-то дела, ведь в секретах. Вот. И опять же периодически в деву погружаются, но раз солнце погашено, каким-то комплексом, то это в виде бунта, в виде какой-то циничной неприятности такое что-то пробьет, допустим, какая-то речь такая колкая, точная, наколкая. Вот. Так, вот противоположность мы дошли до того, что противоположность. Есть ли солнце в весах? В гармоничном состоянии это человек, который хорошо чувствует партнера, который способен устранять всякие конфликты, который способен хорошо вести переговоры, все дела, но если солнце не горит, он погружен в овна, причем по низшему состоянию, то есть это война со всеми, это конфликты со всеми, это огромная внутренняя злость, это огромная какая-то обида, что-то такое подавленная агрессия, все вот эти дела не правят. Дальше проходим по противоположкам. Если солнце у нас в скорпионе, то в своем работающем состоянии это человек точный, это человек, который умеет глубоко чувствовать, глубоко видеть, хорошо управляет своими и чужими ресурсами какими-то, способен глубокой точной работе. Если же солнце не горит в скорпионе, он погружается в темного тельца, где у нас такое идет раб удовольствия, каких-то земных таких вот человек зажирается буквально, он боится скорпионе в тем всех и в тельце погружается вот какое-то такое раб плоти, что ли, раб материальных обстоятельств, накопительство, вот это такое безумное такое накопительство, совершенно ненужное, ограниченность такая этими вот всеми материальными благами, одержимость красотой такая балетинная и так далее смотрим противоположное когда у нас солнце в стрельце земля в плетницах когда солнце в стрельце горит то человек легко выходит за границы всего он легко преодолевает законы государства международные право какое-то международные языки знает хорошо там иностранные языки вот какой-то такой взгляд хорошо направленный за пределы чего-либо какая-то сфокусированность какая-то идет на цели но если солнце погашено то он идет по близнецам по темным близнецам это такая мелочность такая абсолютно никчемность вечная болтология такая пустая человек не готов чего-то глобально изучать он только только мелочи какие-то изучает все какие-то если науку изучает он не будет изучать он будет изучать на уровне цитат таких знаете как библию по цитатам изучать что-то вроде этого то есть ну в принципе тут понятно все солнце в козероге а земля в раке соответственно здесь человек не принимает свою козерогу тему козерог вообще это тема пограничная граница между личным и социальным и когда солнце в козероге не горит мы погружаемся в рака то есть только семья только какие-то внутренние наши капризы темного рака какие-то внутренние в общем рабство внутренних демонов будет так это называть вместо того чтобы сосредоточиться на опять же козерог социальная тема социальная реализация земной знак реализация земных темах каких-то вместо этого человеку все каких-то внутренних демонов обитает страхи все вот эти тревожности что называется боится выходить из дома водолей солнце водолей земля во льве и если здоровый водолей хорошо ориентируется во всех социальных трендах системах новостях то когда солнце водолей не горит человек попадает темного льва это такой в плохом смысле эгоист помешанный на себе нарциссизм тотально какой-то озабоченный собой прям такой своим я бы сказал все свои ничтожные какие-то проявления он возвеличивает до уровня царства все должны мне ноги целовать все должны восхищаться мною то есть болезненные лев такой получается противоположность всего ну и мы уже обсуждали тему с рыбами да то есть если сонто в рыбах не горит получается у нас темное дело циник такой материальный вот у нас солнце личности красный красный стрелочки чтобы было видать солнце личности оно у нас находится в 36 воротах в данном случае и по идее оно должно светить таким непотопляемым антикризисным менеджером человек который любой кризис видит как приключение тем более здесь шестые оборота то есть человек который вышел за рамки всех этих волны всех этих перипетий всех этих неизвестностей и держится на плаву и поднимается со всех своим солнышком своим шестая линия это у нас все-таки учитель человек который даже в кризисе может научить чему-то как выйти из него но если солнце у нас погасает то вот это качество у нас не проявляется и человек как бы творческую сторону перестает смотреть перестает смотреть в сторону проявления себя и переходит чисто на противоположную сторону на землю вот 36 и 6 ворота они у нас находятся по разным частям они друг напротив друга находятся то есть 36 ворота у нас находятся в рыбах вот здесь вот опа ну и соответственно 6 ворота находятся в 9 вот здесь это противоположные ворота как только солнце мы не можем использовать мы переходим что называется на землю мы вынуждены погружаться в то что стабильно в то что нас заземляет и становимся излишне заземленными то есть прям реально материалистичными ну причем нет ничего плохого в том чтобы быть заземленным что называется жить здесь и сейчас текущей жизни но есть одно но одна проблемка дело в том что при погашем внутрь солнце земля проявляется исключительно практически в теневых своих состояниях в низших состояниях то есть вот для девы какие низшие состояния это будут это исключительная расчетливость исключительная такая циничность исключительно значит вот прям материалист до мозга костей мать родную продаст за деньги человек который живет исключительно материальными тогда как его природа знаки рыбы солнца должен бы по идее быть одухотворенным духовностью быть связан каким-то образом приносить одухотворенность в свою деятельность в свою жизнь вокруг нести какую-то атмосферу такую доводящую людей из кризиса но здесь у нас значит только земля работает и она по низшему если брать генные ключи то в них видно что ну вот в данном случае что что и ворота и это конфликт то есть человек попадает в состояние конфликта либо эти конфликты такой долготекущий неразрешающийся долго конфликт либо внешний либо внутренний самим собой такой такой что прям аж болезнь переходит еще шестые ворота это про баланс внутренний баланс вот как там пиаш баланс мета кислотным и щелочным и соответственно когда у нас только земля работает и только по низшему то это будет у нас ярко выраженный внутренний дисбаланс на гормональном уровне на пищеварительном уровне допустим дисбактериоды всякие там у женщин всякие молочницы и прочие там темы связанные с дисбалансом то есть отсутствие баланса внутреннего гормонального и прочего вот солнце не значит что оно прям вообще никогда не не включается но когда оно погашено я вот всегда сравниваю его с такими знаете как будто солнце покрыто тучками и она временами ну она там внутри человек хочет проявиться хочет там буквально сражается сражается и временами выскакивает и пробивается но опять же из-за того что он вот так вот пробивается как борется с собой внутри да то есть что-то запрещает себе и пробивает у него это тоже идет такое неспокойное болезненное и ну вот 36 ворота у них тень турбулентность и этот человек когда солнце пробивается оно вокруг себя устраивает кризис хотя в состоянии дара человек обычно вроде как с 36 воротами да еще с 6 линией вокруг себя наоборот все кризисные болезненные моменты устраняет всех успокаивает несет помощь людям столкнувшимися с какими-то вот неизвестностями с чем-то что они не могут решить ну вот антикризисный менеджер но когда вот внутренний обрыва идет что-то надо но не могу хотеть да то получается вот как раз такое что как пробьется человек и прям вокруг кризис устроит и вынужден опять выключать свое солнце и желание хватать задушивать душить и жить в таком состоянии конфликта внешнего или внутреннего вот и на самом деле конечно бывают различные формы вот этого непринятия то есть в данном случае когда мы говорим о внутреннем солнце я вот сейчас говорю о непринятии себя как личности по какой-то причине то есть я не могу быть вот такой таким но бывает такое вот у меня статья есть кто читал что мы не принимаем часть себя бессознательно и вообще вот этот столбик очень часто с ним идет борьба узнательного с бессознательным вот в этом случае вот когда идет именно подавление бессознательного обычно это вылезает либо в виде физических болезней психосоматики какой-то либо в виде ситуации которые мы как будто мы вообще на них не влияем никак они вот сами по себе как-то идут я ничего не делаю это все оно то есть бессознательный столбик он таким образом делает что мы сами не замечаем как это все создаем и в данном случае у человека допустим может быть непринятие себя своего внутреннего я десятые ворота это индивидуальное поведение причем у нас 10.2 да еще и впадение то есть это подшельник это некое такое исключительно дикое такое поведение исключительно такое неприрученное я бы сказал какое-то очень индивидуальное очень специфическое такое человек ведет себя очень по-своему прям можно сказать даже фриковато да и допустим человек не принимает себя разумеется раз вторая линия отшельника у нас то человек вокруг себя видит таких людей которые проявляют эти качества проецирует на них это все и раздражается очень сильно вот то есть когда они ведут себя так вот позволяют себе вести вот так вот по-дурацки там или дико некультурно или как-то вот так разумеется раздражает теневая сторона которая проявляется наружу в общем опять же борьба с собой идет человек не принимает себя внутренняя борьба идет ну вот в той статье которую я написал я предложил здесь смотреть на генетическую травму то есть почему человек себя не принимает почему именно телесное не принимает то есть в данном случае генетическая травма у него пятое вот это у нас что это у нас генетическая травма-то такая вспомнить бы у меня так вина вина это у нас вот человек значит одержим чувство вины одержим значит желание исправить мир я не могу исправить беру вину на себя за других что вокруг так плохо что я не могу кому-то помочь спасти и из-за этого из-за чувства вины перед другими идет непринятие своего поведения если я буду вот таким вот диким неуравновешенным некультурным самовольным фривольным то меня не примут что вот эти вот я не смогу исправить я не смогу помочь спасти потому что я герой генерал царь он пятые ворота генерал царь он не должен так себя проявлять и так далее на самом деле если честно у каждого свои вот эти формы подавленности их может быть намного больше чем я рассказал то есть пока что я только про солнце говорю подавленным может быть и луна и все что угодно может быть потому что у каждого свои какие-то особенности человек может подавлять особенно там вторые линии где встречаются до еще в падении то посмотреть туда можно там очень может быть какой-то комплекс фобия детский запрет мысли луна вот у нас вполне возможно что много чего тут вообще вторые линии тяжело принимаются из-за того что они такие асоциальные знаете если брать брать примеры из социума то это либо деревенский дурачок какой-то такой либо шаман опять же какой-то который не особо так найти хорошую работу да вот либо кто-то что называется вот кто своим путем идет по-своему как-то все делает и все на него смотрят понятно вот ну правда еще есть проявление во вторых линии это некие звезды шоу-бизнеса которые ведут себя довольно-таки вызывающе да когда прям такой хайп ловит что они такие вот прям нестандартные не как все и фрики короче на сцене вот и ну что они достигают своего и я не могу сказать что это плохо если это их природа то так это все работает вот можно сказать что поэтому они звезды потому что у них солнце ярко светит и они что-то называются видны заметны они имеют огромное количество энергии которая что-то называется людям нравится смотреть особенно кто наследит за чужой жизнью люди с погашем внутренним солнцем которое своей жизни нету яркой такой тусклой земля это надежная тусклая жизнь где все обеспечено но яркости какой-то веселье какого-то какого-то такого креатива неизвестности очень мало какое болотце поскольку солнце у нас дает в карте вот это вот я бы сказал желание жить желание жить интерес к жизни интерес деятельности какой-то за интерес отвечает то с подавлением этой планеты комплексом который заслоняет ее как тучка солнца нас возникает такой вопрос вообще ради чего жить то вообще то есть интереса нету никакого да то есть ну да я делаю то что надо вот но интереса к этому нету человек ищет себя там ищет там и яркое проявление допустим когда проектора не зовут никуда не приглашают к общению никто с ним не хочет общаться тусклой безжизнен его никто распознать не может серый его генератора никто не спрашивает что его спрашивать сил нету ясно что он не справится с этой задачей сидит солнце не горит у него то есть когда солнце горит вас распознают видят вы как бы вызывающе проявляете себя солнце это проявление ваше ну там понятно что и Марс проявление горячие эти планеты Юпитер там социальная известность там вот эти все хайпы проявляются но без солнца этого не будет солнце оно именно личность дает личность которая отличается от других личность которая не боится по-своему да как-то проявиться нестандартно вот соответственно манифестор насчет манифестора не знаю конкретно прямо по манифесторам не особо я видел что вот так погашенный есть конечно такие запуганные манифесторы да в принципе это не зависит особо от типа потому что если у человека погасло солнце то нет интереса у него соответственно нету никакой такой здоровой что ли дерзости чем-то поиграть чем-то такое что-то придумать что-то зануться такое интересненькое вот ну то есть и возникает сложности как применять дизайн человека когда вот это вот солнце не горит когда я жду приглашений ничего не делал меня там не замечают то есть генератор чего не спрашивают его как вообще приходится инициировать потому что нету входящего потока нету как будто мир не замечает вот вот в этом сложность основная дизайн человека получается что вроде как и не работает дизайн человека для здорового человека подходит которого солнце горит который не боится себя проявить даже я бы так сказал не то что себя не боится проявить аурически он здоров у него энергетика нормальная такая что в общем он не погаши не знаете что если человек много кричит то его заметят обязательно я распознаю ну проектора допустим то есть бывает что человек мельтешит мельтешит а его все все всем понятно то есть это не та энергетика которая которая вот которая солнце дает солнце дает энергетику чтобы его видно даже если человек молчал молчал сказал одно слово ярко наполненной энергией наполненной смыслом каким-то таким провод который передает его его личность послание встроена личность не просто там а знаете Рауруху сказал такое то то есть это у нас не солнце это у нас противоположность кто-то сказал умение знать все эти течения все эти науки солнце это личность личность она как бы я это сказал да как бы я это проявил то есть некое мое послание что-то вот или моя часть свет меня в это послание вот возникает вопрос как нам вообще с чего начать так как нам раскачаться очевидно что в первую очередь нужно задуматься насчет того как нам жить по слову надо или по слову хочу и лично я на курсе вот разжигания внутреннего солнца у меня есть такая рекомендация что заменить в своем лексиконе слово надо но хочу то есть надо отвезти ребенка в школу заменяем я хочу отвезти ребенка в школу уж если так подумать то я же не хочу чтобы ребенок у меня сидел дома тут и не учился допустим да вот надо вынести мусор тоже меняем раз я хочу вынести мусор потому что я не хочу сидеть с вонючим ведром надо сходить в магазин я хочу сходить в магазин потому что я хочу подеть приготовить всем надо менять на хочу переменной лексикона соответственно меняется мышление то есть вообще разжигание внутреннего солнца тесно тесно связано со сменой мировоззрения солнца связано с тем что почему его заслоняем потому что какая-то часть нашего мировоззрения препятствует проявлению нас нам нужно поменять мировоззрение надо заменить хочу чтобы социальное надо больше не давило не заглушало его кроме того есть упражнение которое называется как-то я его назвал я проводил семинар который назвал как строится меняется судьба вот и в нем это упражнение было желайка вроде оно как-то так называется вот я его сейчас не буду проговаривать потому что я качественно его записал там и я прикреплю его под этим видео как отдельно в комментариях прикреплю вот то есть оно если вкратце о позволении себе того 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 даже не в плане того что это нужно сделать а в плане того что тебе это позволит многие вещи нам не нужны определенно не нужны но и запрещать их себе не нужно вот этот конфликт внутренний что эта вещь нужна но хочется можно как сказать найти корни этого конфликта иначе если мы не найдем корни этого конфликта мы будем либо рабами желаний пытаться удовлетворить все типа ну вот у кого-то болезнь привязывать к пище типа нельзя но хочу нельзя вредные продукты но хочу нельзя курить но хочу человек я думаю не секрет у вас что вот у женщин допустим курение возникло как феномен как протест против мужского патриархата мужского доминирования как типа я свободная женщина что хочу то и делаю вот и история такова что в 20-х годах женщины не курили потом Филипп Моррис производитель сигарет придумал такую рекламу как женщины крутой внешности такие с независимым видом выходили на публику позировали курили на публике и попадали под взгляды фотографов специально приглашали понятно фотографы корреспонденты телевидения и образ независимой женщины которая что хочет то и делает был внедрен то есть вот это конфликт какой-то что я хочу проявить себя им взяли далее вот сигарета пожалуйста прояви себя вот и соответственно очевидно что если у человека проблемы со здоровьем то он начинает бороться с собой типа хочется проявить себя потому что в подсознании вот есть вот этот ну допустим по какой причине курят по какой причине люди пьют мужья допустим пьют ну есть такой шаблон что ли что назло это тоже хочу проявить свое я но свою полю какую-то свою там но не знаю понятно что это очень объемная на самом деле там мотивация у каждого она своя мотивация внутренняя то есть что вообще человек хочет сделать но самое главное что это конфликт внутренний его нужно начать копать признаваться себе честно почему для чего мне вообще это нужно потому что как я и говорил что солнце погасшее оно проявляет себя обычно в низшей каких-то таких проявлений в теневых таких прям вот хочу назло всем то есть вот для того что не я этого хочу а я этого хочу потому что это нельзя вот и эти конфликты замечают признаваться себе в них что я это делаю потому что допустим там я действительно это хочу мне это прям по душе потому что я хочу попустить допустим то есть основная мотивация это у человека как-то свобода внутренняя самореализация да реализовать свое желание вот у кого-нибудь есть примерчики как у вас это проявляется потому что вообще интересные примеры жизни можно подробнее близнецу солнце в близнецах или так я и правда вечно ученик но я же говорю часто и довольны ситуации поэтому я уж говорю просто такие наболевшие темы вообще на самом деле это интересно что даже если солнце не в близнецах я встречал такое что лунные узлы допустим тоже у человека близнецы стрелец и человеку нужно идти от стрельца от близнецов к стрельцу да то есть нисходящий узел близнеца нисходящий в стрельце человеку тоже нужно стремиться к практичности стремиться к большей приземленности такой что ли но если этого не происходит человек боится что ли этой практичности вот близнецы могу сказать что такое близнецы сами по себе это расщепление на части для того чтобы переварить информацию нужно ее буквально разжевать и близнецы это вот как раз разжевать информацию рассказать рассказать ее не каким-то авторитетным суперзаком а по-простому по-простому рассказать как понял именно что понял если человек не может вот этого разжевать информацию то он становится теоретиком таким что он не понимает но куча теорий не переваренной не прожитой которая скажем так нужно мозгами подкрепить нужно ее переварить все подумать вот потому что близнец это соединение вот с земными всеми темами вот нужна смелость опять же чтобы практично это проявлять но фишка в том что близнецы хорошо реализуются через простоту вот то есть ключ к близнецам это простота как бы вы это сделали по-простому не усложняя вот стрелец часто это что-то большая тема такая глобальная близнецы что-то такое практичное что-то по-простому вместо того чтобы там организовывать оптовые поставки пойти семечками торговать шутка конечно но как бы просто чтобы иллюстрировать что такое простота близнецов я всегда любил объяснять доходчиво получается но сейчас негде проявиться так негде проявиться опять же ищем простоту где это можно сделать по-простому что-то прям такое вот если для стрельца нужна глубина какая-то то для близнецов нужна какая-то простота и какие-то вплоть до того что какие-то цитатки какие-то простые посты в интернете что-то такое заметочки такие вот принцип близнецов допустим реализован твиттере короткие сообщения что-то там с фоточкой такое подписал вот то есть что-то объяснять коротко краткость и просто вот отлично вопросики пошли это приятно в интернете рассказываю свои вау коротенькие посты вот соответственно задаться поддерживать в себе вот этого чтобы писать предлагать рассказывать совершенствовать понятное дело потому что близнецы это все-таки тоже не будем забывать что 16 ворота мастерства в блинце вот так а для скорпиона так для скорпиона фишка в том что скорпион очень по-разному проявляется очень большой знак здоровенный и совершенно разнообразный здоровом состоянии скорпион буквально умеет управлять гигантской энергией какой-то это либо энергия толпы либо энергия кто-то космоэнергетикой занимается кто-то целительством занимается кто-то банковский сектор ворочит деньгами там понятно что скорпион отвечает за трансформацию то есть не бояться трансформации не бояться лишений и потерь которые связаны с трансформацией каких-то ну допустим как он может быть у хирургов у врачей которые связаны с реанимацией с какой-то врачебной практикой где пограничные состояния такие и человеку важно не бояться этих всех пограничных жизнь смерть состоянии вот что у нас тут еще какие могут быть проявления глубинное творчество меланхолия которые могут сопровождать скорпиону допустим первые ворота в скорпионе у кого-то то есть человек может бояться отсутствия вдохновения творческого импульса пытается уйти от этого в сторону красивых но банальных вещей противоположных первым вторым что-то такое банальное внешне таком состоянии никуда не ведущая просто что-то красивое изощренное да я бы сказал осознанный скорпион об этом много в интернете сказано осознанный скорпион вот я бы так сказал что такое неосознанный скорпион а очень темная личность то есть когда солнце здесь погашено вообще ось телец скорпион может погружаться в очень темные вещи такие тьма в душе как отличить созданного скорпиона это человек светлый очень светлый внутри прям вот реально солнце горит и это человек который не боится вот этих трансформаций пограничных это человек который способен кризис на каких состояниях таких под давлением обстоятельств лучше сказать давление обстоятельств способен советить так включаться помогать людям как-то выживать что ли способен управлять стихиями стихийными событиями какими-то вот то есть если человек темный такой мрачный скорее всего это не особо скопиона сниевые темы вот и такой человек скорее всего одержимым имуществом деньгами какими-то материальными и очень сильно борется сниевые мрачные мрачные тифы вот так ну что вроде пока нету таких водолей водолей сорок первые ворота ну что сейчас сорок первые ворота в водолее соответственно тридцать первые ворота во льве вот когда солнце у нас водолей человек хорошо фантазирует хорошо улетает в будущее хорошо дарит людям может так сказать видение будущего свое видение будущего разумеется но у водолеев предвидение очень хорошее какой-то вот прям такое не на уровне предчувствия животного а на уровне какой-то высшей водолей получает в меньшем состоянии как только солнце водолей не горит сразу такое чувство одиночества у человека он падает во льва где он один состояние пустоты он одинок он в пустоте пребывает он в некой эгоистичности такой сам на себя замкнут то есть он должен должен быть с миром совсем связан а если солнце не горит он буквально то только собой заполз и 31 ворота они вечно планируют какие-то свои темы довольно-таки ограниченные у человека держим властью лидерством вниманием толпы к себе чтобы подтвердить что называется свое я да возвеличить свое я но самое яркое проявление теневого водолея это пустота это человеку пустоту когда попадает такое вот водолей значит низшим проявлением вот так кто еще у нас есть эго ну ладно благодарю всех за то что повезут что вопросики задали где все это было интересно вот напоминаю что выложу сейчас в комментарии упражнения вот завершаем контракцию и и и и и и и и